Всем привет дорогие друзья! Продолжаем разбирать разного рода нехороших личностей. Сегодня у нас довольно уникальные случаи. Мы поговорим про зятя Шойгу, того самого пухляша с дутой улыбкой, известного фитнес-блогера Алексея Столярова. Сложно себе представить более лицемерное существо, чем он. И в данном видео вы отчетливо увидите его истинную сущность. А перед тем как продолжить, хочу порекомендовать вам канал своего подписчика, который рассказывает про единоборство на украинском языке. Он делает обзоры самих боев, выпускает разные топы и подборки. К примеру, недавно на канале вышел ролик про бойцов, которые поддерживают войну. Переходите, смотрите и передавайте привет от меня. И также поддерживайте крутой контент. А мы возвращаемся к герою нашего сегодняшнего видео. Итак, Алексей Столяров ранее делал фитнес-контент, фигачил химию и имел довольно неплохую форму. Но позже он сообразил, что достоин большего. Слез с химла, стал выглядеть как медведь во время зимней спячки, стал снимать обжираловки и делать разного рода контент, который не обременен смысловой нагрузкой. Это те самые челленджи, на которых в свое время поднялся Влад А4. Правда, челленджи были немного другого формата, но суть их одна и та же. Взять, сплагиатить то, что есть на англоязычном ютубе и сделать их на русскоязычную аудиторию. И это принесло должный результат. Канал активно развивался, но амбициозный стойлер хотел больше. И такая возможность со временем ему таки выпала. И возможность, стоит сказать, довольно денежная. И еще бы. Настоящий мешок с деньгами под названием Ксения Шойгу. Дочь того самого оленевода Сергея Кожугетовича Шойгу. Кто меня привлекло в Ксюше? Мы не ответили на этот вопрос. Но прежде всего ее энергия... Я тоже не знаю, что я его привлекла. Я тоже не знаю, что я его привлекла. Но, честно признаться, ее энергия и красота. То есть ей безумно вот эти горящие глаза, улыбка, эмоции. То есть это было что-то невероятно крутое. То есть это красота и энергия, которая просто, думаю, капец. Поначалу у них все было хорошо. Отдыхали, ездили по миру, снимали видосики. Но тут приходит 24 февраля и жить прежней жизнью у них уже не получается. Потому что санкции, санкции и еще раз санкции. Уже много куда не пускают, да и репутация подмочена. Стайлеров, как и многие, надеялся, что все закончится довольно быстро и даже высказывался на этот счет. Правда, его позиция была совершенно пустой и не показывала, какую сторону он занимает. Якобы он призывал обе стороны к миру и переговорам, но старался при этом держать нейтральную позицию и сидел на двух стульях. Ему на самом деле было полностью плевать на происходящее в Украине и то, что люди страдают от войны. Ведь уже на следующий день в его сториз были понты и он хвалился новыми кроссовками. Нормально так беспокоиться? Одним словом. И до недавнего времени Стайлеров больше никак себя не проявлял, делал вид, что ничего не происходит и вместе с женой тусил в Дубае и жил припеваючи. Однако на днях произошло интересное событие. Дутая улыбка была замечена под антивоенным постом Юрия Дудя, которому он поставил лайк. Также многие заметили, что он лайкает и другие антивоенные посты, из-за чего Пукан Зет Патриота улетел в космос и они начали писать ему гневные комменты в личку. И дутая улыбка стала называть их Зет Быдлом, что конечно же чистой воды правда. Быдлуганы они конкретные, да еще и дырявые. После всего этого Зет Сообщество стало буквально кипеть и требовать отставки самого Шойгу, а также требовали отправить на фронт его зятя. Блатной кукарек Пригожин также высказался на этот счет и заявил следующее. Я его обучу в течение 6 недель, поскольку я сам являюсь Зет Быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но так как там был вопрос, вдуть или не вдуть, то перед этим можно ему вдуть. Блатные замашки кукарека это отдельный вид искусства. Удивительно, как до сих пор находится много тех, кто фанатеет с него. О, очевидно, что их уровень интеллекта соответствует интеллекту данного кукарека, а его интеллект находится на уровне амебы. Что самое интересное, Столяров открестился от всего этого, после того, как Зет Патриоты начали ему предъявлять за его позицию. И Столяров сделал сториз о том, что все эти скрины с его лайком это фейки, что он тут не при делах, и вообще его там подставили, и он белый и пушистый. Но на самом деле это все вранье, ведь в сеть утекло немало скринов от разных людей. Да еще и к тому же, есть запись экрана, на которой видно, что дутая улыбка таки поставила лайк посту Дудя. Тут очевидно, что Столяров понял, что он просто спалился, и нужно выкручиваться со всей этой ситуации. Кстати, Ксения Шойгу активно поддерживает войну. Она неоднократно ездила на Донбасс, естественно, с целью пиара. Терлась вместе со своим батей на различных встречах, а также и с самим ботоксным дедом. Она неоднократно терлась, причем даже после начала полномасштабной войны. Однако особым интеллектом она не отличается и генерирует кринж с огромной скоростью. Я не понимала, но я точно знаю, что если ты во что-то веришь, ну, по крайней мере, в моей жизни так бывает, если ты во что-то веришь, если ты к этому идешь, то я тут и делаю то, во что ты веришь. Но Столярову ее интеллект совсем не нужен. Главное, что у нее есть богатый батя и есть возможность тусить на коррумпированные деньги и отдыхать в Дубае. А до начала войны они вообще на регулярной основе тусили на загнивающем западе и делали много фото в странах Европы. Очень интересно выглядит, когда правящая верхушка РФ рассказывает о том, какой плохой запад, как там все ужасно и как там люди плохо живут и как хотят поставить Россиюшку на колени. В то время их дети довольно хорошо себя чувствуют на этом загнивающем западе. Их вполне устраивает такая жизнь. Ровно так же говорят и пропагандисты. Известный пропагандист Соловьев постоянно затирает о том, что все должны идти умирать на войну. В то время его сыночек тусит в гей-клубах в Лондоне, покупает дорогие наряды и довольно неплохо себя чувствует. Наверное, он просто является бойцом модельного фронта и ведет неравный бой в Европе. И Соловей должен быть за него горд. Столярову на самом деле плевать, что идет война и гибнут люди. Ему не плевать только на бабки и те возможности, которые были утрачены из-за войны. Он не высказывал свою позицию на этот счет и просто продолжал жить припеваючи. И думал, что просто пронесет. Нет, не пронесет. Пусть даже не надеется. Думал усидеть на двух стульях. В итоге сел на обе бутылки. И вот теперь будут хейтить и сторонники войны, и те, кто ее не поддерживают. Вот так бывает, когда человек пытается играть и вашим, и нашим. Когда ветер сменится, все эти сыночки и дочери, и зяти, правящие верхушки России, тут же переобуются и будут говорить, что нет, мы ни при чем. Это дело никогда мы не поддерживали. Да и вообще выступали всегда против войны. И будьте уверены, что переобуются в один миг, и будут строить из себя добропорядочных граждан. Но я считаю, что не стоит забывать, какая была их позиция ранее, и нужно обязательно про них говорить и делать подобного рода видосы. Собственно, этим я занимаюсь на канале. Разоблащаю дырявых патриотов, пропагандистов, а также делаю много видосов про представителей ММА, многие из которых тоже топят за войну. А те, кто не топят, как правило, ведут себя не лучшим образом. Если вам интересна данная тематика, то буду рад видеть вас на этом канале. Буду рад лайку и комментарию, спонсорской подписке или донату, ну или просто распространению этого ролика среди ваших друзей и знакомых, чтобы больше людей знало про таких персон, как Алексей Столяров. Ничего не забыто и не будет забыто. Пусть эти дутые улыбки даже на это не надеются. До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok